Продолжение следует... 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 И это повторение того, о чём мы говорили на практических занятиях, в частности, в том числе это, когда всё то, что имеет границу с воздуха, содержащей лёгочной ткани, получает свод отображения при рентгеновском исследовании. Если это геоанатомические фруктулы имеют границу с лёгочной тканью, вы увидите два контура, где бы это ни происходило. В этом отношении структура органов светостения касается датоликтаза, негидури для лёгкого или, как в данном случае, бронхогенной или антрогенной кисти, заднего светостения не имеет значения. Это способ выявления патологических изменений и направления этого пациента на соответствующие томографические средства. Почему это необходимо сделать? Потому что даже если вы вложите с наличием фруктического образования, бронхогенная кисти не сможет сказать, что это образование содержит жидкость, атакиста и никаких других диагностических исследований в этой конкретной ситуации не нужно. То же самое касается всего, что находится в светостении. Если какая-либо анатомическая структура имеется припосновение с воздухом, как в этом случае, скажем, линия периодического медицинального сочинения, то она будет видна на правильно выполненной рентгенографии. Если мы говорим о том, что... ...западимый стилей в нашей жизни. Пожалуйста. ...западимый стилей в нашей жизни. ...западимый стилей в нашей жизни. И, значит, в этом думе есть что-то другое, например, на пиону. ...это антикосердиальный карман, который формируется позади правой стороне. И если в этом месте возникнет айтекологическое образование, то первое, что вы увидите, это образование на планетине позвоночника. И это означает, в частности, что в основании рентгеновского снимка в прямой проекции вы не можете установить наличие анагаризмы, исходящие части окна, Потому что в любом случае вы будете видеть только одну стену по ОФИ, но не при компенсации, не видеть вторую внутреннюю, прощенную в правую сторону стенки для ОФИ. Именно поэтому изучение структуры органов средостей является в принципе важным для того, чтобы сформулировать показания для данного конкретного человека для проведения у него какого-либо томографического исследования. Поэтому структура возможна, естественно, только в том случае, если вы правильно выполняете рентгеновские снимки, это мой призыв общий ко всем именовым. К сожалению, то, что мы сегодня имеем, качество рентгеновских снимков, которые выполняются в обычных рентгеновских кабинетах, я расскажу вам честно, кто-то так пользователь, да, оно оказывается вне всякой политики. Такого ужаса я никогда в своей жизни не видел. Извините, если я резко выражаюсь на эту форму. Я предполагаю, что снимки костей, они примерно относятся к этому. Мы перестали за этим снимать, перестали нести ответственность за качество технических снимков, которые выполняются. Это очень сказывается на количественных испытаниях. В то же самое в боковой проекте мы понимаем, что в любое исследование должно быть много проекционных, двух проекционных как минимум. И поэтому те контуры в сердце и крупных софтудах, которые мы можем увидеть на снимке в боковой проекции, вот у правого желудочка, в отстоящей аорте, и, естественно, нисходящей части аорты, которые изображаются на снимке в боковой проекции, конечно, важны для интерпретации того, есть или нет патологическое образование. Если вы что-то видите на снимке в прямой проекции, это должно найти свое подтверждение на патологическое проекции. Для этого нужны знания, нормальные аналогии. Для этого города должны свободно ориентироваться в том, где что находится при исследовании данной анатомической области. Не останавливаюсь на частности. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда мы переходим к патологии, мы должны четко разделить нормы патологии и определить, где это может находиться. Вы это прекрасно знаете, много лет об этом говорится. Часть из светостений, которые мы видим на премьерном снимке в боковой проекции, абсолютно условная система, которая разделяет перенея светостений от центрального линия, который проводит по задней поверхности, середина сеней сердца, перенея стен от трохи, перенея, которое разделяет задние центральные светостения, которые проходят обычно по передней поверхности грудных позвонков. Имеет ли это какое-то значение герметрическое? Да, имеет. Это имеет значение для введения тогики патологического процесса. Мы сейчас с этим оформляемся. Но если вы уже определили где-то, что у вас что-то вызывает сомнения, какие-то патологические состояния, то, естественно, в следующем этапе должна быть когридная томография. Здесь не нужно никаких рассуждений, не нужно выполнять это исследование, но просто должно быть выполнено. Это должно быть написано в заключении рентгенолога. Если вы предполагаете наличие образования патологического светостений, это должно быть сделано конкретно. Здесь не может быть, слово «может быть», или «хотелось бы», это абсолютно обликация совершенно ситуации. Для чего? Для того, чтобы сказать, где, как предполагается это образование, что оно из себя представляет, либо выявить патологические изменения, которые не видны на рентгеновских снимках. И эта ситуация достаточно частая, потому что, к сожалению, мы не можем гарантировать, что всё, что происходит в светостении, мы видим на рентгеновских снимках. Опять-таки почему? Потому что для проявления такого патологического образования на рентгеновских снимках нужно два условия. Первое условие, что это образование станет настолько большим, что деформирует нормальный контур светостения справа и справа, и мы увидим его на рентгеновском снимке. Второе, что это образование будет достаточно крупным, небольшим и плотным, что мы увидим его в боковой проекции, как нечто снижающее воздушность в этом соревновательном пространстве. В этом конкретном случае у пациента с тимомой размером в 4 сантиметра ни того, ни другого не будет. И у пациента с места ленивы вы увидите абсолютно нормальный рентгеновский снимок. Значит ли это, что на этом можно остановиться? Нет. Это значит только то, что такому пациенту должна быть сделана на компьютерной конкретии или любую. Это практическая исследовательность. То же самое касается паралитогопталии. То же самое касается целого ряда патологических состояний, когда мы говорим о лимфатических узлах при центральном или патологическом районе. То же самое касается того, что мы говорим о лимфомах. Это неизбежный процесс. Мы не можем увидеть все патологические изменения на рентгеновских снимках. Значит ли это, что все нужно делать в компьютерной томографии? Нет. Если бы я больше занимался магнитным резонансом, наверное, я бы читал эту лекцию с точки зрения. Человек от большего магнитного резонанса не сказал бы ни одной компьютерной томографии. Никакой разницы совершенно нет. Вы выполняете томографию, как вы должны выполняете с контрастированными. Естественно, выполняете магнитный резонанс. То, что можно, то и делаете в обычной практике, конечно же, это компьютерная томография. Есть преимущества? Да, конечно. Это нет необходимости введения всегда контрастных препаратов. Это больший выбор космосферного изображения. Нет и нижнюющее возлучение, особенно когда речь идет о молодых людях, например, злокачественных лимфомышек. Это имеет значение. Тем не менее, сегодня возможности этих методик абсолютно одинаковые. Если вы не можете делать протест с контрастированным контрастированным, вы делаете магнитный резонансный исследование, и никакого ухудшения или каких-то особых исключительных преимуществ к этому отношению, конечно же нет. И поэтому первое и самое главное показание к магнитному резонансу сегодня – это невозможность введения контрастного вещества в исследование светостения. Исследование светостения всегда, где личное должно проводиться с контрастированным, раз и навсегда то же самое, что мы говорим сегодня, по поводу печени и в области живота. То же самое, что говорится в отношении магнитного резонанса молочной шлицы. Невозможно в исследовании ввес введения контрастного вещества, оно, к сожалению, оказывается неэффективным. Когда это имеет преимущество, в тех случаях, когда даже с помощью компьютерной тоннографии мы не можем в том числе сделать правильное заключение, но это в центре лимфомы и вы видите типичное совершенно изменение конфигурации верхнего светостения, то, что, конечно, называлось как труба, начинает труба, какая еще труба, да, вот она перед вами труба за счет увеличения лимфатических узлов переднего светостения, но вы видите симптом холдоксилуэта, и этот симптом холдоксилуэта связан с наличием патологического образования, вот здесь пара, это вверху, это пара, настояра, и введи в воздух, нисходящей части ровки. Естественно, на этапе лечения этого пациента термичного это расценилось как увеличенный лимфатический узлов, но когда дело дошло до лучевой тропии после проведенных в сердце химиотерапии, выяснилось, что необходимо в предъявленном учении, и это патологическое образование как-то осталось, ничего себе не произошло, естественно, вопрос о том, что это такое, какие есть опции в этом случае. Первое, внутриверное контрастирование, если мы видим, что это патологическое образование, не накапливается на красное вещество и имеет вот такую сообразную конфигурацию, повторяющую обзор нисходящей части ровки, то, естественно, мы говорим в этом случае, что это кислозное образование, оно содержит жидкость, но для того, чтобы не обводить это красное вещество, не облучать этого пациента, вполне достаточно сделать магнитный резонанс, это выросли, доказать, что это жидкость, и в этом нет никаких совершенно сложностей, это не лимфатический грузил, это не проявление болезни, как в этом случае. Наталья Васильевна уже много показывала премию существует магнитного резонанса в этом отношении, и, естественно, там, где речь идет о системных поражениях с вовлечением средостейников, прежде всего, по качеству милифома, конечно же, магнитный резонанс своего тела это оптимальная методика, которая позволяет в этом случае получить оптимальный результат. Давно, года два назад, М.Михайлов сделал у нас целую кандидатскую диссертацию по этому поводу, и совершенно убедительно доказано, насколько это эффективно, в том числе при распознавании очагов поражения при лимфомах. Естественно, для этого сегодня делается не компьютерная томография, а магнитное резонансное исследование, магнитное резонансное исследование всего тела, в том числе, включая текущих, которые позволяют выявить все очаги оптимального поражения, в том случае, если основной очаг находится, например, как в этом случае, в области средостейния, и мы предполагаем наличие такого патологического состояния. И, естественно, в тех случаях, когда это чувствительный источник оптимальный, который накапливает в том числе и возле каких-то других препаратов, то, естественно, позиторонимизионная демократия в этом случае активно используется. Так, в этом конкретном случае, когда речь идет о массивном поражении при лимфоме структур средостейния, естественно, в этом случае распространение или определение локализации болезни, первичная, и регистрация ответов на химикорфию осуществляется сегодня, конечно же, с помощью ПЭТ и ПЭТ-опереследований. Предлокачественные лимфомы на сегодняшний день это совершенно очевидно. Я надеюсь, что ваши коллеги от полки это широко используют при лечении такого рода пациентов, особенно в случае, когда необходимо контролировать это лечение. Как альтернатива, естественно, диффузионное исследование в магнитном пациенте, которые вы тоже можете использовать в этом случае, я не останавливаюсь подробно в деталях, которые мы уже использовали. Это устали, но это просто для следствия. Итак, когда мы видим или предполагаем патологическое обслуживание средостейния, у нас огромный аж тенал диагностических метров. На что, на какие вопросы мы должны ответить? Первое, это следостейния или нет? И мы уже говорили об этом. Патологическое обозначение или нет? Или это сосуды? Или это патология мучевода? Или это патология костных структур, которые располагаются в грудной стенке? Это важный вопрос, который меняет диагностический поиск. Какой части следостейния это располагает? И какой характер, структура, содержимое это патологическое обозначение? Это определяет два основных принципа дифференциальной диагностики, которые сегодня существуют. Первый из них – это расположение. Второй – это плотностные институтические плотностные институтстики этого патологического обозначения. То, что касается расположения, опять же, это прекрасно знаете, это изложено в любом учебнике диагностических метров. Патологических образований, которые могут локализоваться в этих анатомических областях. Естественно, в переднем светостейнии наиболее часто локализуются такого рода изменения не к этим причинам. В переднем светостейнии чаще всего – это лимфомо-опухоли-билочковой желездики и моногены в опухоли. В верхней части – это внутрикленносток, часть щитовидной железы, которая спускается через верхнюю кругу. Все остальное – это скорее имитация опухоли светостейния, включая анализм, коричьего опухоли. В заднем светостейнии все тот же зуб лимфомо-мейрогенные опухоли, конечно же, тонко-экорогенные кисты, которые располагаются вдоль позвоночника, в заднем светостейнии. И, наконец, в центральном светостейнии опять все те же конкретные кисты, в подологии лимфатических углубок и неопрекида лимфом. Но эта часть ничто реже увлекается в антологичные процессы, собственно, содержит какие-то опухоли для выразования на самостоятельном состоянии. Что это значит, когда мы говорим о локализации губок? Это значит, что рентгеновый сбор в шлинической вероятности может предположить, что если это находится в середине светостейнии, то, наверное, мы можем думать о таком логологическом состоянии. Два классических примера в этой области спереди и за. Первый из них – это тимон. В большинстве случаев есть люди в возрасте старше 40 лет, у подростков редко, у младенцев и проворожденных детей и маленьких таких картинок никогда не встречается. Ассоциируется в большинстве случаев с несколькими и другими системными порекоменными, что требует проведения соответствующих реагностических исследований. К сожалению, у трети пациентов протекают совершенно без симптомов и выявляются случайными рентгеновическими исследованиями. Визуализация или происходящая опция в средней части переднего светостения обычно синетрична. Точечные иллюстроволинные обусиления примерно в пятой части пациентов. Примерно треть всех этих опухолей не видна вообще в принципе из гемографии. И я объясню, почему это происходит. И компьютерная гемография – метод выбора обследования всех пациентов, которые есть в переднем гемографии или другие системные проявления этого стологического состоятельства. Что мы видим в этом случае при гемографии исследовании, изменение контура светостения справа и слева. Это происходит в средней части, это всегда происходит ниже, как правило, грудинно-плечечного сочленения. И поскольку для переднего светостения мы должны найти снижение воздушности легочной ткани в переднем ретросернальном пространстве в передней части светостения. Что это такое? Сложно сказать, потому что здесь могут быть несколько контурирующих заболевать. Но если в этом случае после генографического исследования выполняется в этом ретросерне, то мы находим примерно однородную структуру меркотканной плотности, умеренно накапливающую контрастное вещество хирургическое образование, которое, если как-то формирует расположенный перед ней легочную, позади нее легочную артерию. Клиническое симптоматическое неоценение, и я думаю, что большинство генологов в этом случае согласились, что это типичная классическая картина неинвазивной, малоинвазивной геномы в этом случае, что оказалось при хирургическом лечении такого пациента. Но, к сожалению, здесь, в этой же области находятся 2-ти патологические процессы, возможно, это геноменогидная опухоль, и это лимфома. И если лимфома, то чаще всего это болит Ходжкина, которая представляет из себя 80% первичного поражения средостейника в Иване, имеет системные проявления в смысле системного поражения лимфатических углов. Чаще всего появляются у двух пациентов, у молодых людей в возрасте около 20 лет плюс 5, и у людей в возрасте старше 40 или 50 лет. Последовательное поражение лимфатических углов средней части беременного средостения, центрального средостения, формирующих, легочных талей, обычно происходят именно таким образом. И в этой ситуации опять мы видим патологическое образование в средней части беременного средостения. Оно имеет формулу такой массовой отопланы с множественными лимфатическими лимфами, с признаками инвазии. И в этом случае, если это будет молодая женщина в возрасте 20 лет, наверное, мы скажем, что наиболее вероятная ситуация здесь, от лимфома Кошкина, или любое другое произведение злотачественной лимфомы. Вне лимфомы с лимфомами, в отличие от лимфомы больше на 80% первичное поражение на лимфом узлов в нервной полости ниже диафрагмного права. В большинстве случаев это поражение в лимфоматозных органах и поражение любых групп лимфатических узлов светостения вне связи с патологией переднего светостения. Это скорее напоминает эмоциотическое поражение при лимфатических узлов в предлогательственных области. Возраст, конечно, различный. Лимфомы Кошкина очень часто сейчас болезнь молодых людей. Здесь это все-таки болезнь старшего возраста и локализация первичного поражения. Выше диафрагм ниже диафрагм. Поэтому не хочется переполнать и заниматься с другой стороны. И, наконец, гермин, наконец, патология заднего светостения и нейрогенные опухоли. То, что я говорил в качестве такого классического подхода при определении локализации патологического содержимого светостения в этом случае в заднем светостении метрикористов патологические вода. Собственно, нейрогенные опухоли патологические грудные стенки, но они, естественно, относят патологические светостения как более удобная ситуация. и классическая картина показывает эрогеновские снимки 60-го года. В 2010-го года ничего не изменяется. Патологическое образование деформирует правый верхний конкурс светостения, располагается на униклине позвонков и располагается в выбранном позвоночном углу прямо в том месте, где локализуется большинство такого рода нейрогенных патологического процесса. Естественно, в этом случае компьютерная томография должна быть дополнена магнитная изонансная томография для определения специфического распространения опухоли в позвоночный канал, потому что это определяет дальнейшее хирургическое лечение этих пациентов. Это так, ситуация является абсолютно необходимым методом, способом диагностики и специальной диагностики патологических изменений в заднем светостении. Возможные ошибки в том, что различные опухоли могут располагаться в одной точной части светостения, лимфома, тимома и герминогенный опухоли и одинаковые опухоли могут располагаться в различных отделах светостения на рогенную опухоли, может оказаться передвижным растением, потому что нервные действия и это сложно. И поэтому нам достаточно сложно определить, что это такое. Это опухоли светостение, да, безусловно, но как, пользуясь локализацией или какими-то другими особенностями другого, будет догадаться в том, что это в данном случае ангибий закон. Очень сложно, даже с использованием еще одна очень важная категория, которая должна использоваться для эффективной верности. и это как раз то, что в большинстве случаев приходит в функцию термокармических технологий, то, что чрезвычайно сложно определить с помощью обычного в сторону нозологической диагностики. Начинаем с самого простого, то, что вы все прекрасно знаете, в правой голове средостейки, в средней или нижней части, клиническая симптоматика, явно изменение контура средостейки, в боковой проекте. Это находится на границе центрального и заднего средостейки, является ли это проявлением два качественного процесса, да, мы все понимаем, что это типичная локализация известного биологического процесса, для этого можно сделать компьютерную демографию, и выявить здесь включение воздуха внутри пищевода, чтобы убедиться в том, что это есть. можно контрастировать пищевод, идти к тому же самому заключению. Конечно, есть исключения из такого общего подхода домократической диагностики. И подробнее желудочно-кишечного так, в практике, глющ пищеводного отверстия диагноза, это одна из таких ситуаций. Но гораздо более эффективным в этом отношении для заболеванной живости, и в области магнитного резонанса, это расширение технических частей, которые имитируют патологические образования, это грыжи диагноз, это не патологический пример патологического образования, который располагается в средней части переднего светостерения, имитирует таким образом рюмфомы и патологию белочковой железы, но большинство половых пациентов молодого возраста, клинически значимая опухоль, быстро облачно увеличивающая размеры, и ключевые признаки патологического состояния, является включение жира внутри этого патологического образования, типичной организации, на основании чего рюмфомы может сделать правильное заключение. К сожалению, не всегда при таких опухолях есть позвонки, опра, зубы, челюсти, и прочие структуры, которые позволяют правильно сказать, что это заходится. И совсем редкие, скажем, опухоли распространения липосадковной полости могут содержать включение жира, это тоже важно в точке зрения диагностики и дифференциальной диагностики. Самое банальное состояние, которое может послужить причиной выполнения тамкологического исследования, это скопление жира в переню светостей, вверху и в зуб, которое приводит к расширению цели светостей, изменению контра, примитивы, наличие патологического образования, здесь практически безошибочный результат на полости и томографическом исследовании. В отличие от других состояний, так называемых крыш, диапрагм, когда содержимое брюшной полости проникает через передние задние отверстия диапрагма, или через пищеводные отверстия диапрагмы, и в этом смысле, конечно, есть хорошо известные закономерности, которые позволяют нам правильно определить характерные изменения, потому что это изменения, которые связаны с появлением передних или задних, или даже пищеводных отверстий диапрагмы, и очень часто они содержатся вверх, 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 от диапрагмального пространства, что позволяет более точно сказать, по характеристике перелик, выключающий справа, задний, выключающий слева, и, естественно, пищеводное отверстие иметь классическую локализацию вверх, и относительно редко вызывает какие-то сложности. И, может быть, последнее на сегодняшний день, это значительное повышение плотности при компьютерной терморологии. Я не буду говорить о полиционированных терморологических узлах, и прочих, банальность этого понятна всем. Но кроме жирового включения воздуха, есть еще особая категория терморологических образований, которые при введении контактного вещества избыточно накапливают контактное вещество, и имеют совершенно необычную плотность. Но это еще опухоли просчитаемых желез, это отдельные случаи кардиноидных опухолей, которые иногда тоже имеют гипербаскулярный характер. Внутри грудной зуб, классическое патологическое образование, в области верхней перхуры, которые чаще возникают у женщин, примерно 10%, обычно без симптомов течение, до обозначения внутри, связь с сочетанием подчеркивают обычно в заднем средостине, иногда в центральном, переднем средостине, грудной грудной при длительном фазологическом образовании. Внутри грудной зуб, расширение переднего верхнего светостения над грудинно-ключичным сочинением, и типичное совершенно оттеснение ракея именно в этом месте, в противоположном стороне. При драматическом исследовании, редкая ситуация, когда эта часть щитовидной железы спускается через верхнюю верхнюю светостение, смещает ракею, и оказывается вот здесь, за передней передней средостине. Обратите внимание на плотность этой щитовидной железы, примерно в соответствии к области прогрессированной крови, как и носу, сосудов, это совершенно необычное. Чаще мы видим такое, это расширение верхнего светостения, это очередное смещение трахеи в противоположную сторону логического образования, которое занимает центральное и заднее светостение, и если мы видим домократическое исследование, то точно такие же денситолитические характеристики, многословое образование гипероскулярного характера, которое классически и лично располагается в заднем светостении в области и верхней токуре, конечно, имеет связь с считанием железа. Более редкий вариант, но классический пример того, зачем нужно при использовании таких пациентов заболевания и ангелик неизвестной диалоги богатых безсимптом очень часто в возрасте и практически все пациенты, с которыми это локализуется типично в правой области, отправляются в противокуреозный диспансер и месяцами лечатся по поводу первичного гиперосклероза внутри гиперосклероза три основных гиперосклероза первая это правая паратрифиальная пространство, как я уже сказал, вторая это лимфатическая область и третья это лимфатическая услуга все эти области отличаются гиперосклерозным характером, совершенно необычной концентрацией контрастного вещества и в этом случае паратрифиальная пространство, крупное патологическое образование, которое я здесь наверное специально оставил значение плотности 141 единица гиперосклероза попробуйте найти еще другое патологическое образование которое имеет такую плотность при обычном введении контрастного препарата. Собственно говоря, локализация и реакция на контрастный препарат это и есть по сути нацологический диагноз поэтому еще раз призываю вас думать о том, что исследование в области это естественно не только выполнение патологического исследования это еще и важный патолог, потому что реакция патологического образования кисты или внутригрудного зуба наблюдения контрастного препарата включая современные методы основной локализации коневых активов логического образования учитывания и поэтому должны уважаться за эту фотографию и теперь все спасибо Спасибо.